Здравствуйте ребята, это Алена, вы на моем канале, вы на канале с медицинским психологом, здесь про здоровье простым языком. Сегодня говорим про почки, полезные и вредные продукты, проблемы, стрессы, страхи и что делать, если проблемы с почками. У меня все консультации про здоровье, потому что мои клиенты в основном приходят с запросами, деньги, отношения, здоровье. И почки обычно отваливаются у людей уже в раннем возрасте и не по причине, что что-то не так, бывает причина достаточно очевидная, очевидная, неочевидная. Это образ жизни, который эмоционально очень напряженный, эмоционально очень бывает какой-то такой токсичный. И в эти моменты у человека слабые места слетают. У меня есть очень много клиентов, которые приходят от врача к врачу, к врачу, это одно, это другое, это пятое, десятое. И да, я могу сказать, что да, ваш организм живой, он реагирует на многие изменения. И что важно, еда для почек, полезные и вредные продукты. В принципе, я хотела сказать, такого не существует, кроме химии. Но при проблемах с почками, обычно я рекомендую крестоцветные овощи, фиолетовую, красную капусту, цветную, белокочанную, все, что вы можете себе позволить. В белокочанной капусте еще меньше фосфора, калия и натрия, чем в цветной, а в калии имеет среднюю концентрацию минералов. И, соответственно, ее стоит избегать. Ягоды, клюква полезна при мочевыводящих путях, проблемах с почками. И, соответственно, ее дают при проблемах с диабетом, с болезнью сердца и с некоторыми видами рака. Дальше, яичные белки, желтки лучше исключать из рациона из-за большого процента фосфора, а белки стоит оставить. Это один из наиболее оптимальных источников аминокислот для тех, кто соблюдает почечную диету и отличный выбор для пациентов на диализе. И, соответственно, особенно, которые нуждаются в протеине. Другой момент, яблоки. Фрукты удовлетворяют тягу к сладкому, а еще они относятся к супер полезным перекусам из-за немалого содержания клетчатки. Чеснок, супер средства, оливковое масло, булгур, болгарский перец, лук, рукола, красный виноград, но это очень индивидуально. Редис, жирная рыба, омега-3 супер полезна. Морепродукты нам нужны, ананас, апельсин, киви, это тропические фрукты. Они почти не содержат опасные для органа минералы. Но есть такие моменты, которые помогают уменьшить воспаление. Например, бромелайн в них. И как сохранить почки здоровыми и помочь им работать. Избегать свежей или избегать общей химии. Отказаться от соусов. Трансжиры убрать. И хотя в рационе должны быть только безопасные углеводы. Среди них тоже есть исключения. Бывает это авокадо, бананы, дыни, апельсины, чернослив, изюм, кабачки. То есть тут индивидуально. Но проблемы с почками. Теперь моя самая важная, базовая такая вещь. Ко мне ведь приходят в практику с почечными проблемами люди, которые пережили дикий стресс, потерю, травму, развод, переезд. Какие-то внутренние страдания. И почки в моменты стресса все выводят. Соответственно, помимо питания очень важно знать анамнез человека. С чем он сталкивался, какие были потери. Вот последний мальчик, он потерял свою компанию. То есть фирму, которую он годами-годами разрабатывал. Они закрылись, и почки вообще в этот момент еще больше. Представляете, у какой у человека был стресс активный. Как там все работало на стрессе. И простите, он 5 лет на здоровом питании. Но все равно он пришел в консультацию. Потому что помощь-то нужна. Потому что каждый знает, где он испытывает тревогу, стресс. По каким вопросам у него создаются проблемы. И он говорит, я клянусь вам, я соблюдаю диету. Я говорю, а что у тебя случилось? Он говорит, ну я тут только по БАДам хотел поконсультироваться. А я говорю, каким БАДам? А что у тебя в жизни? Мне вот она рассказывает, а у меня в жизни вот компания такая слетела. И я такая, ну БАДы-БАДами, а давай-ка мы с тобой взаимодействуем по поводу твоего состояния. Что там происходит? И достанем из тебя всю ту бяку, которая накапливалась ему в эмоциях. Он такой, правда так работает? Я говорю, да, так работает. И вот таким образом с почками налаживается. Потому что человек начинает справляться с конфликтом внутренним, эмоциональным и физическим.